Леопард Ветясь в шкуре барса С леопардом встречается в горах И беглец Мцири в поэме Лермонтова Какой-то зверь одним прыжком Из чащи выскочил и лег Играя навзничь на песок То был пустыней вечный гость Могучий барс Пустыни вечный гость В начале 20 века леопарда еще можно было встретить В глухих горных ущельях Но люди неуклонно наступали на горы Шла охота на самого барса И на тех животных, на кого он охотился На Туров и Серн Начались горные выработки По склонам загрохотали тяжелые машины Люди с рюкзаками Начали появляться на прежде им Недоступных скалах и вершинах Царственный покой Осторожной кошки был нарушен И леопарды И леопарды ушли из Кавказа Или почти ушли О встречах с ними время от времени появлялись сведения Примерно с той же чистотой, что и сведения о встрече со снежным человеком Барс стал столь же мифическим и неуловимым существом С одним отличием Он реально здесь жил Да и сейчас обитает в географически близком регионе В Передней Азии Главным образом в горах Капитдак Это тот же самый подвид леопарда Который по-латыни называется Пантера пардус чискалказика Или переднеазиатским леопардом Его не нужно путать со снежным барсом, живущим в Сибири Леопард крупней И относится к подсемейству больших кошек Как лев, тигр, ягуар Остался ли он на Кавказе? Живет ли до сих пор этот красивый, смертельно опасный зверь в горах Которые на протяжении тысячелетий были его домом? С леопардом иногда встречаются сотрудники заповедников Кавказа По долгу службы, проводящие много времени в безлюдных горах Я проводил учет туров в Тибирзинском заповеднике И поднимался по склону на хребет, где обитали туры Когда я остановился, по линии хребта увидел зверь, хищник Рысь Я действительно так определил, что думаю, это рысь, по-моему А потом, когда взял бинокль и подвел к глазам, оказалось, это леопард Леопард пристал и начал осторожно подкрадываться к туру И вот, не дойдя где-то, ну, метра, наверное, три-четыре Делает он стремительный прыжок В это время тур вскочил и прыгнул на отвесную скалу и поднялся вверх Леопард постоял, посмотрел его глазом Опять вышел на вершину хребта, там недалеко было И это ушел в Абхазию Ученые полагают, что сейчас на Северном Кавказе живет 10-20 особей леопарда Причем в основном в восточной части хребта, в Дагестане В центральные же и западные участки зверь лишь ненадолго заходит Поэтому встречи с ним здесь так редки и нерегулярны 4 июля 2007 года российский город Сочи был выбран столицей зимних Олимпийских игр 2014 года В горах началось строительство олимпийских объектов Гостиниц, канатных дорог, горнолыжных трасс Такая масштабная стройка, безусловно, наносит ущерб природе А места здесь уникальные Это единственное место в нашей стране, находящееся в зоне влажных субтропиков Субтропические виды в сочетании с растениями более холодных горных поясов Создают удивительный по своему биологическому разнообразию мир Во влажных тенистых ущельях растут леса из Самшита-Колхидского Реликта третичного периода В укромных уголках Кавказа самшитники пережили времена оледенения Этим рощам более 20 миллионов лет При строительстве новой олимпийской дороги некоторые из самшитников были вырублены Экологические проблемы, связанные со строительством Подтолкнули несколько компаний к финансированию программы Разработанной учеными из Академии наук и специалистами из Всемирного фонда дикой природы Программы по возвращению, реинтродукции на Кавказ леопарда Вскоре проект поддержала и взяла под свой контроль Министерство природных ресурсов России Недалеко от Адлера, на территории Сочинского национального парка Был создан Центр разведения и реабилитации леопардов На 11 гектарах земли, на склонах горы Кипша Была построена сложная система различного вида вольеров, клеток, переходов Разобраться в ней поможет руководитель Центра Умар Семенов Вот это один из вольеров разведения, где планируется прием самок Как видите, здесь тоже есть грот подготовленный, поилки И вот система автоматического захлопывания этих шиберов Все вольеры в центре соединены подобного рода шиберами Для чего это делается? Во-первых, когда животных привезут, они уже могут между собой контактировать без участия человека То есть охрана на пульте будет видеть состояние животных И после команды ученых, когда они скажут, что животные готовы И можно их попробовать запускать для знакомства друг друга самца и самки Включается кнопочка Шибер отходит, и животные между собой соединяются Вдоль всех вольеров тянутся длинные коридоры Сделанные для того, чтобы животные могли перемещаться между вольерами Они, природное, есть свое любопытство Как только открывается шибер, он обязательно пойдет исследовать, какой доступ ему дали Обязательно И если он даже в течение какого-то времени не переместился в заданном направлении Постепенно такими дверями, отсекая его от его вольера Можно постепенно-постепенно его переместить в заданный участок В середине прошлого века на Кавказ вернули также истребленного здесь некогда зубра Но все же леопард – опасный хищник Любая мелочь, надорванная сетка, незакрывшаяся дверь Могут не только погубить весь проект, но и представлять угрозу для жизни людей К тому же, как и все кошки, леопард очень своенравен И неизвестно, сможет ли он освоиться здесь Здесь, видите ли, в чем сложность и особенность этого в некоторой степени помпезного проекта Аналогов в мире нету И все идет опытным путем Специалисты садятся, планируют, думают На основе тех знаний, которые были получены предыдущими учеными, сегодняшними учеными Вот общая тенденция подготовки этой программы была такой И вот этот расчерченный проект, да, конечно, здесь есть слабые стороны Если бы сейчас по новой мне, например, дали бы разрабатывать этот центр Тут бы я совсем все по-другому сделал бы Но проект был подготовлен И на стадии реализации его изменить это не представлялось возможным Постепенно будем менять, как-то улучшать Я думаю, что если люди... Главное же кадры Если кадры будут стараться прикладывать туда все свои умения, знания И, может быть, даже где-то частичку своего сердца Я думаю, что проект будет реализован В сентябре 2009 года из Туркменистана в центр привезли двух самцов Пойманных в горах Капиддак Старшего назвали генералом Ему 12 лет Он очень тяжело переносит расставания с вольной жизнью Сейчас начало декабря, то есть в центре он провел уже больше двух месяцев А до сих пор выходит из своего грота только по ночам В нескольких вольерах от генерала живет Алоус Ему 7 лет Он в самом расцвете сил Этот леопард находится в постоянном движении В тысячный раз он проверяет все углы вольера Мощь когтей и клыков, мгновенная реакция Потрясающая координация движений Делают леопарда идеальной машиной для убийства В Африке местные жители боятся леопарда больше, чем льва Считая его коварней Вес самцов достигает 80 килограмм В среднем 60 Длина тела свыше полутора метров Оставим победу Мцири над Барсом в области поэтического вымысла У человека в рукопашном бою с леопардом нет шансов Кормление Алоуса превращается в настоящую спецоперацию Кормление Алоус превращается в настоящую спецоперацию еду леопардам дают раз в день один день в неделю перерыв в рационе у них говядина с добавлением витаминов кормят зверей два человека один смотрит за перемещениями хищника пока другой накладывает мясо в лоток алоус провел мысленную границу своей личной территории за пределами вольера и атакует любого кто приближается к сетке ближе чем на метр где он рядом второго генерала кормить куда проще да и подойдет он к лотку с мясом как бы голоден ни был только в полной темноте леопардов еще только привезли а слухи о их появлении уже разошлись среди местных жителей люди представляют как пятнистые кошки нападают на мир на пасущийся скот или того хуже на самих людей выпускать леопардов будут не здесь а на территории кавказского заповедника конечно если в будущем они расселятся по горам то совсем исключить возможность их встреч с людьми невозможно но как показывает история человек для леопарда куда опаснее чем наоборот впрочем все это дело далекого будущего выпускать в природу будут потомство привезенных суда леопардов чтобы она появилась одних самцов пожалуй мало а а и а и и и и и и 2010 года. В Иране в горах Капиддак для сочинского центра по реабилитации леопардов были пойманы две самки. Обе молодые и по размерам еще не очень большие. Вторая вообще почти котенок. Спецрейсом из Тегера на самолет доставит леопардих в аэропорт Сочи. Они приземлились уже ночью. Несколько часов длилось формальное подписание бумаг. Груз очень ценный. Самок леопарда обменяли на амурских тигров, которых собираются разводить в Иране вместо истребленных некогда каспийских тигров. Только уже к утру ящики были доставлены в центр. Держите. Сюда еще кого-нибудь. На следующий день целая делегация, включающая представителей Ирана, зоологов из Всемирного фонда дикой природы, приехала в центр, чтобы ознакомиться с организацией его работы, оценить мощь туркменских леопардов-самцов и выпустить в вольер привезенных самок. По высоте не пройдет. Если на бок положить, то да. Это младшая мина. Наркоз, перелет. Большое количество людей. После такого стресса мина находится в полной растерянности. Наконец она догадалась спрятаться в грот. Когда люди уехали, животные начали понемногу успокаиваться. Поведение самцов за эти несколько месяцев мало изменилось. Генерал сидит в гроте, а Алоус меряет шагами пространство вольера. Самки пока находятся далеко от него, в другой части комплекса. Вряд ли он их чувствует. А впрочем, кто знает. На дворе весна. Все чувства обостряются. Сейчас леопардов стараются все реже тревожить. Над всеми вольерами развешаны камеры, с помощью которых ведется наблюдение. Леопарды по-прежнему исправно питаются говядиной. Однако сейчас, чтобы у зверей по возможности не затуплялись природные инстинкты, им время от времени дают живой корм. Хищники есть хищники. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В дикой природе у леопардов гон происходит в феврале. Сейчас апрель. Поэтому сводить зверей будут только через 10 месяцев. В следующем году. Февраль 2011-го. До Олимпийских игр в Сочи осталось 3 года. Какие-то спортивные объекты уже готовы. Как, например, горнолыжные трассы. Другие еще строятся, как Олимпийская деревня и Большой Ледовый дворец в Эмеретинской долине, которые находятся прямо возле берега Черного моря. Огромные сваи – это опоры для строящегося порта возле устья реки Мзымта. Однажды сильный шторм их разрушил. Сейчас все приходится делать заново. В центре разведения леопарда дело имеют с материи еще более непредсказуемой, чем море. С живыми существами, которые должны понравиться друг другу. В Дагомыском лесничестве из прочных пород дерева, дуба и бука уже сделано логово для самки леопарда с котятами. Логово двухкомнатное и хочется сказать со всеми удобствами. В случае, если какие-то неудобства возникают, она просто уносит котят на другое место. Чтобы такого не произошло, уже в процессе кормления мы же не сможем монтировать камеры в другое место. Нам очень важно, чтобы она выбрала именно подготовленное для этих целей логово. Поэтому мы предусматриваем, исключаем любые щели, возможное неудобство, чтобы ей здесь понравилось. Если человека можно уговорить, он согласится, с хищником такой вариант исключен. Или понравится, или нет. Наблюдение необходимо, потому что самки молодые. Они могут просто перестать кормить котят. Впрочем, котята еще должны родиться. Старшая черри уже вошла в охоту, то есть готова к спариванию. Ее поместили в вольер, соседний с Алоусом. Всю прошлую ночь сотрудники центра наблюдали признаки взаимного любопытства и ухаживания. Умар смотрит ночную запись. Ему нужно принимать решение о том, сводить или нет самца и самку. Решение непростое. Нужно точно угадать момент. Если не считать старого самца генерала и еще юную мину, Алоус и Черри в центре единственная пара. Если что-то пойдет не так, они начнут ссориться. Другая возможность представится не скоро. Пока Умар размышлял, в вольерах произошло нечто неожиданное. Вот Черри несет пойманного кролика и кладет недалеко от сетки, за которой находится Алоус. Она его сразу убила в этот раз, почему-то. Даже и есть не странно. Да. Вот и это. Да. Но, возможно, кролик еще жив. После уходит, садится на свой грот и с интересом смотрит в сторону вольера самца. Потому что впервые они... Да, да, да. Жаль, камера была направлена на нее. Что происходит там, неизвестно. Наконец, она спрыгивает, идет назад. О, а ну-ка, 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 что с тобой? Творица такое, а ну-ка. Покажись. Кролика нет. Это похоже на какой-то фокус. Кролик-то ушел. Действительно нет. Притворился. Так, ну-ка. На... Где он, стало ясно, когда камеру перевели на Олоуса. А, кролик-то у него. Как он кролика переманил себе, да. Как леопард лапой вытащил жертву, которая лежала все-таки не вплотную к вольеру, как протащил сквозь сетку, непонятно. Но совершенно очевидно, что Черри сделала ему подарок. Кровавый подарок хищнице-хищнику. Нет, это он. Черри молодая, она впервые участвует в брачных играх, но чутьем самки она поняла, как можно расположить к себе самца. После, как опытная соблазнительница, она отбежала и стала демонстративно смотреть в сторону вольера генерала. Она на генерала смотрит. Она на генерала. Этот эпизод все определил. Решено было леопардов сводить. Прием. Открывай, Шибер, с Богом. Принял. Открывай, с Богом. Все, отходите. Открывай, быстро, отходите. Как только Шибер был поднят, Черри перешла к Алоусу. Вот она, вот она пошла, пошла, пошла. Умница. Хорошо. Начались привычные для диких леопардов ухаживания. Вот первая реакция с Афором. Но только Алоус перешел к активным действиям, Черри огрызнулась. Что-то ей не понравилось. В природе, в таких случаях, самка просто убегает. Здесь ей бежать некуда. Сейчас, если начнут драться, надо будет разнимать. Все, давай, начали драться. Поднимайте, пузыки, давайте быстрее. Аркадий, поднимайте, 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 быстрее. Да, да. Причем. Вроде в вас туда опустил. Уходят? Уходят, я не вижу, я потерял. Уходят, нет? Да, вот он, вот, идет, идет. Конечно, все были удручены, что ничего не получилось. Я вижу здесь главная причина именно в самке. В ее неопытности. Может быть, самец оказался более настойчивым. Она оказалась не готова к такой настойчивости самца. Тем не менее, во избежание каких-либо последствий мы их изолировали. Теперь оставим в соседних вольерах. Будем наблюдать, как они будут себя вести. Насколько долго сохранится этот антагонизм друг к другу. И опять будем принимать решение. Или их саживать, или подыскивать другую пару. Что хищники и звери, как люди, могут понравиться друг другу, а могут и нет. Есть гипотеза, что Черное море в современных своих границах образовалось семь с половиной тысяч лет назад. Когда воды Средиземного моря прорвали перешеек, где сейчас находятся проливы Дарданеллы и Босфор. Если это так, то получается, что леопарды пришли на Кавказ из Африки на пару сотен тысяч лет раньше, чем здесь появилось море. В ущельях тогда также росли самшитовые рощи, да и древние люди уже жили на Кавказе. Леопарды постепенно обжили эти горы. Стали, если не хозяевами, то, по крайней мере, полноправными их жителями. А потом вдруг оказались случайными гостями. Эксперимент по реинтродукции в самом начале громко был назван вторым возвращением леопарда на Кавказ. Эксперимент идет трудно. Впрочем, так всегда и бывает, когда люди пытаются управлять дикой природой. И все же есть надежда, что их усилия не пропадут даром. И вечный гость Кавказских гор снова поселится здесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok